Выбор темы Выбор темы – это ответственный и в какой-то степени судьбоносный этап для создания письменной работы. В учебных заведениях право выбора темы обычно предоставляется студенту. Тема очерчивает границы, в рамках которых автор излагает свои мысли. Именно эти границы помогают ему вести своеобразный диалог с читателем. Чем яснее автор сам понимает границы своей темы, тем сильнее текст воздействует на читателя. При этом основными требованиями к отбору темы являются актуальность, новизна, практическая значимость и посильность темы для конкретного студента, наличие информационной основы и т.п. Следующие несколько советов помогут вам выйти на правильную тему письменного изложения. Прежде всего, выбирая тему, учитывайте свои личные интересы. Это добавит необходимого энтузиазма к работе. Подумайте, какая из тем вам особо интересна. Попробуйте просто фиксировать те вопросы, которые вас интересуют. Пусть это будут вопросы, записанные на полях вашей рабочей тетради, или в особом файле в компьютере, или же на специально отведенных для этого страницах вашей записной книжки. Вопросы эти помогут стать темой для ваших эссе или исследовательской работы. Затем набросайте несколько тем, над которыми вы готовы работать. Подумайте, какая из них наиболее органично для вас. Выясните уровень вашей информированности по темам, а также подумайте, сколько времени необходимо для написания, чтобы вложиться в отведенный для этого промежуток. Очевидно, что при выборе темы необходимо учитывать интересы аудитории, для которой вы пишете. Подумайте, какая из тем окажется наиболее интересной для вашего потенциального читателя. При выборе темы важно определить, насколько интересующая вас тема уже исследована, а также насколько она нова и актуальна. В этом вам поможет совет преподавателя по данному курсу. С этим связан еще один момент. Это наличие достаточного количества литературы по данной проблеме. Если количество материалов по теме ограничено, автору придется приложить больше усилий для поиска соответствующей литературы, а возможно еще и обратиться к источникам на иностранном языке. Выбирая тему, важно в фокусе вашего внимания держать возможность применения результатов вашего исследования на практике. Это важно как для авторской мотивации, так и для читателей. Желательно выбирать сравнительно узкую тему, особенно в том случае, если объем работы ограничен. Определение объема письменной работы позволяет формировать его границы. Впрочем, лучше сузить тему, чтобы была возможность разработать ее более глубоко. Для этого необходимо ограничить сам объем работы. Представьте, что вместо 10 страниц вы можете написать только 7. Далее необходимо определить время, отведенное на написание работы, и составить четкий недельный график часов работы над этим трудом. И самое трудное – это выбрать из широкого спектра вопросов только один. Процесс выбора темы формирует в нас осознание серьезности и ответственности данного этапа. Поэтому здесь не стоит спешить. Таким образом, из данной лекции мы узнали, что тема – это главное высказывание всей работы, вбирающее в себя весь объем последующих рассуждений и выражающиеся в заголовке. Мы дали несколько советов о том, как правильно выбрать тему письменной работы. Теперь мы знаем, что тема распространяется в плане, план выражается в тезисах, тезисы – непосредственно в тексте. О том, как составлять предварительный план и писать тезисы, речь пойдет в нашей следующей лекции. Продолжение следует...